Всем привет! Продолжаю свой влог, как обещала. Буду делать теперь их коротенькие, до 10 минут, но чаще, по крайней мере, буду стараться. Сейчас еду с работы, я же говорила, да, до 28 числа я работаю до обеда, и сейчас после основной работы еду в офис ВЛР, вот, на другую работу, и потом еду за Доминикой в школу и за Демой в садик, ну, а потом вечера, как обычно, это уроки, это игры, это ужин, купание, и, в общем, как у всех, как всегда. Вот, я вам обещала рассказать про один фильм, и я обещала показать вам косметику, я обязательно это сделаю, вы оставайтесь со мной и не приключайтесь. Я забираю Дему, забираю Нику из школы, еду домой. Буду стараться вам больше рассказывать, больше показывать, не забрасывать YouTube-канал, но, скажу честно, тяжело, тяжело морально, физически, пока с непривычки не могу привыкнуть вообще. Пришла с работы и быстренько решила приготовить ужин. До этого заехала на рынок, купила хека молочного, именно молочного. Демушка, он маленький, очень вкусный и какой-то прям сладкий, он без костей, поэтому эта рыба идет как для детей, так и для взрослых. Демка вообще очень любит эту рыбу, Ника тоже, и муж, и я, в общем, очень классно. Девочки, готовятся очень быстро. Вы, получается, помыли ее очень-очень хорошо. Я покупаю на рынке свежемороженое, ну, то есть она такая слегка замороженная, и вот, ну, буквально полчаса я ее разморозила, хорошо помыла, обваляла в муке, Демушка, не балуйся, обваляла, обваляла, я так тераплюсь, сейчас мужа надо кормить, обваляла в муке и пожарила на сковородке. То есть, когда вы раскрываете, сейчас в ники покажу, вот, она, видите, она просто как пареная, то есть шкурку убираем, и вот ножку, я же хребет и все, да, хребет и все, костей нету, очень вкусненько. Поэтому, девчонки, возьмите себе на заметку, очень вкусная и полезная рыбка. Но, если такой совет пригодится, буду очень рада. Как и обещала, показываю. Заказала на сайте Makeup.ua, знала об этом сайте, но ни разу не заказывала, вот, решила попробовать. Заказывала все по отзывам. В принципе, я на сайт попала исключительно из-за пудры. Я вам уже говорила в предыдущем влоге, что я хотела себе пудру, у меня закончилась, я заказала свою ларовскую, ну, думаю, возьму еще какую-нибудь, чтобы не надоедало мне одно и то же. Хотя, в принципе, очень довольна тем, что имею. Вот. И заказала такую Vipera. Vipera Cosmetics, это производство Польша, по-моему. Вот, Vipera Cosmetics, 11 номер, производство Польша. Мне она обошлась, сейчас я вам скажу. Вот, рассыпчатая пудра с защитой ультрафиолета, 178 гривен. Я уже три раза ей пользовалась, она мне нравится, только вот это вот надо будет выбросить. Это просто, чтобы вам показать. Я насыпаю, переворачиваю крышечку, насыпаю сюда определенное количество продукта и уже кисточкой распределяю по лицу. То есть, мне очень удобно. И у нее есть такой легкий аромат, я не могу сказать, что это плюс или минус. Это просто вот, ну, такая их особенность. Но я люблю без отдушек. Вот. Но, в принципе, очень довольна. Пока три раза, но довольна. Если что, советую. Тем более, цена приятная. Дальше. Чем тоже очень довольна, но что я уже пробовала. Это, конечно же, тушь для ресниц от Maybelline, лиловая. Вот. Она мне очень нравится, и я решила взять ее. Тушь для ресниц от Maybelline. Я хотела заказать черную, у них новинка вышла, но по отзывам почитала, и отзывы в основном плохие все. Кстати, там, что мне нравится на сайте, то, что там есть отзывы, и девчонки пишут. Вообще супер. Мне, как бы, по отзывам я вот это, в принципе, все и купила. Исключительно по отзывам. И осталась довольна. Единственное, что я не пробовала, это вот этот вот тональный крем. Я хотела попробовать, но не смогла. Сейчас расскажу, почему. В помадах турецкой фирмы Flaumar, но я купила неудачный номер. Хотела что-то посветлее. Вот, T01. И мне как-то он не совсем подошел. На моих губах он смотрится слишком. Я вот, видите, его миксую. Сейчас вам покажу. Он слишком-слишком такой бледный. И у меня губы такие не очень. Я его миксую с другими помадами. И если, например, яркая помада, то я делаю из нее менее яркую с помощью этой. А вот этим очень довольна. Это тоже Flaumar. Это такой бальзам. Его можно использовать как для губ, так и для щечек. То есть, типа тинта. Использовать как тинт. И опять же, то, что мне очень нравится, то, что он без запаха. Я очень люблю средства без запаха. Чем я еще осталась довольна? Это карандаш для бровей от Maybelline. Он мне по оттенку тоже очень подошел. Забыла сказать по ценам. Помада от Flaumar. Стоит 80 гривен. А пигмент вот этот вот стоит 84 гривен. В принципе, помадой как бы не очень довольна. А вот пигментом очень довольна. Дальше, что у меня? Тушь для ресниц 179 от Maybelline. Дальше, карандаш для бровей 85 гривен. Рассыпчатая пудра, я вам уже говорила, 178. И жидкая пудра основа Color Me. Она стоит 188 гривен. И я ей очень довольна. Прям очень. Я не ожидала. Это производство Италия. Но, в принципе, очень бюджетная Италия. Color Me. Девочки, я не ожидала настолько. Прямо она мне подошла по тону. У меня желтоватый цвет лица. И... Опа. Она тоже желтоватая. Сейчас вам покажу. Она адаптируется по тон моей коже. И лицо становится гладкое-гладкое. Ровное-ровное. 71 номер. И я попала тон в тон. Вот еще заказала крем тонально-матирующий. Нежная текстура. Длительный эффект. Это белорусская косметика. Я ей еще не пользовалась. Я хотела попробовать, но я не смогла открыть. Сейчас вам покажу. То есть, в принципе, открыть я могла, но она, видите... То есть, здесь механизм видно. Где-то что-то сломан. Или я не знаю. О! Попробовала. Получилось. Супер. Видите? Стоило только снять видео. Сейчас попробую. Но он светлее гораздо, чем мой тон кожи. Но в любом случае я попробую, посмотрю как. Этот крем тональный матирующий стоит 146 гривен. 35 миллиграмм. Светлый беж. Я прогадала. Ну и вот эта вот масочка, она шла в подарок. Увлажняющая маска с барбадоской вишней. Девчонки, у меня в инстаграм конкурс от La Roche. Три средства я там разыграю. Поэтому вы заходите, участвуйте. Он длится до 3 декабря. Единственное, что это такой огромный-огромный минус. Я знаю. Он по территории Украины. И не потому, что вот так я хочу. Потому что я хотела вообще сделать его всемирным. Но у нас Украина не отправляет, например, в Россию, в Белоруссию баночки с жидкостью больше, чем 20 миллиграмм. То есть, ну вы представьте. То есть я так расстроилась. Поэтому только по Украине. И смотрите, что у меня там. Паттерси. Тоже будет конкурс в декабре месяце, в самом начале. Так что мамочки, у кого малыши любят подгузы памперс, участвуйте. А еще хочу с вами поговорить о кино. Я 15 ноября пошла в кино на пресс-показ фильма «Фантастичные звери» Тадей Шукаты. Взяла с собой подругу, чтобы было что обсудить. И, кстати, я вам скажу, что действительно есть что обсудить после фильма. Это фильм Джоан Роулинг. Я, конечно, не фанат Гарри Поттера. И скажу вам больше. Я даже не все части Гарри Поттера смотрела. Но эта история, она приплетается. И как, я думаю, если вы посмотрите, вы поймете. Мне понравилась съемка, спецэффекты, компьютерная графика. Это у тебя полного лизка монстров. Швидко все узнали. Тут вылуплюется кто-то! Кого это защищает? Нас? Чьих? Звездок с нападом Гриндельвальдо в Европе. Узначай Вени. И отдельно хочу отметить игру актеров. Главный герой, он такой застенчивый, такой скромный. Он настолько вот в роль вошел, что мне кажется, что он такой и есть. Ну, хорошо подобрали актеров. Также случайный прохожий, который стал свидетелем волшебства, Якоб. И две сестрички. Они совершенно разные, но они так дополняли друг друга. Про зверей говорить не буду. Хочу, чтобы вы посмотрели этот фильм. Там много всего. Ну и, конечно, хочу отметить Нью-Йорк. Нью-Йорк это как раз такая вот замечательная эпоха первых небоскребов, красивых женщин в красивых одеждах, мужчин, подпольных баров, ну и, конечно же, джаза. И после просмотра фильма был спектакль по мотивам этого же фильма, конечно же. Мне понравилось, я застала еще репетицию, как репетировали перед выступлениями. Было тоже интересно посмотреть. После спектакля было прямое включение с Лондона. Там проходила премьера в 7 часов вечера 15 ноября. И можно было посмотреть на главных героев, в чем они одеты. Я очень люблю такие вещи. Как они себя ведут, что они рассказывают. Я вам чуть-чуть покажу. И, кстати, кто посмотрит этот фильм, обязательно напишите вот этот хэштег.